Всех приветствую! Это канал Александр Плей Викинг Музыки. Сегодня у нас с вами пятница, а значит в эфире традиционная рубрика пятничных импровизаций от Александра Викинга. Решил я значит сегодня заснять импровизации и что самое интересное, у меня началась новая полоса в моей жизни. Новое событие, которое может быть в общем-то уже и предполагалось мною это событие, предполагалось, но как-то еще может быть не совсем осознанно. То есть сначала я разобрал Боссанову Власова, о чем давно мечтал, а потом как-то все вот я поразмыслил, поразмыслил и что же получилось? Оказывается, оказывается долгое время варясь, так сказать, в системе классического образования, классического и в системе, так сказать, в среде народных песен и импровизаций на известные советские интересные, очень, так сказать, популярные песни, эстрадные песни и, естественно, народные песни. Варясь вот в этой всей системе, я стал понимать, что что-то терзает мой слух особо сильно, так сказать, особое впечатление у меня вызывает. И не случайно я Боссанову Власова так давно еще полюбил и всегда меня даже с детства, я помню, слушал я ладу дэнс, если не ошибаюсь. И когда звучали аккорды, не самые простые, а более такие интересные аккордики, всегда это меня впечатляло и поражало. И в классической музыке тоже, естественно, но почувствовал, значит, я какой-то подъем, приход вот именно энергии извне, когда импровизировал на всякие народные темы. И каждый раз я это чувствую, когда я на работе аккомпанирую народные песни, каждый раз я это чувствую, что в состоянии именно импровизации, генерировании фактуры на ходу, происходит какие-то, ну, небывалые вещи. Ты погружаешься абсолютно в какой-то иной мир, в какой-то вообще мир, который недоступен в обычном состоянии человеку, который вот не сидит, не импровизирует. И я вот так поразмыслил, поразмыслил, и все свелось к тому, что оказывается джаз викингом Александром овладевает потихонечку. Ну да, товарищи и господа, или как в джазе говорят леди и джентльмены, о как! Начинается одна из новых ветвей моего познания музыки. Это попытка прикоснуться, так сказать, к основам джаза и дальше это дело развивать. То есть я только сейчас понял, что оказывается, когда я записывал вот эти импровизации, импровизационный экстрим, я как-то интуитивно дошел до того, что я воспринимаю вот эти все мелодии как джазовый стандарт и пилю импровизацию как джем сейшн, или как это называется. То есть я как бы и раньше это знал, но я сейчас это понял, что что меня все-таки тянуло. И вот сейчас я начал пытаться в этом деле разбираться. Естественно, я буду с вами делиться своими, так сказать, достижениями в импровизации, но это уже будет у нас приближаться к джазу. И мне хотелось бы к нему приблизиться и постепенно перейти более серьезно, чтобы это можно было назвать джазом. Пока вот я еще только начал, только начал. То есть не просто, чтобы была эстрадная гармония, или там даже просто народная гармония на три аккорда, а именно чтобы у нас началось продвижение вперед в плане усложнения гармонии, использования разных ладов, разных пентатоник, всяких блюзовых гамм. Вот это все, вот это все. Я как бы это знал в теории, но я еще на практике так осознанно не применял. И сейчас поперло, посмотрел, значит, я пять фильмов я посмотрел про историю становления джаза. Эти фильмы я выложил в группе ВКонтакте, посмотрите обязательно. Мне раньше казалось, что джаз это какая-то просто такая, что ли, замыленная такая музычка, такая веселенькая. Но когда я посмотрел эти фильмы, чем больше я их смотрел, тем я прям аж до слез. У меня глаза открывались все шире и шире. Это не просто какая-то веселая музыка. Это целая эпоха. Целая невероятная эпоха, наполненная тяжелыми судьбами людей, которые сочиняли эту музыку. Наполненная импровизацией, чего вы не встретите в такой мере. Есть, конечно, да, классическая импровизация, но это как бы и сложно. И мало вообще, где про это можно узнать. У меня вот есть подписчик Владислав, если не ошибаюсь, давно. Ну да, вот он разбирается. Но это как-то вот, но это другое направление. А тут невероятный поток энергии идет. Не знаю, говорят, конечно, люди, что якобы может быть это и не самый, так сказать, строгий стиль. И что это может быть какое-то лишь удовольствие, поток. Но это все философия, это все философия. А нам нужно двигаться дальше, нам нужно развиваться. Нам нужно пилить джазовые импровизации. О как! Викинг Александр начинает внедрение джазовых ритмов, джазовых гамм, значит, в свои импровизации. В свои импровизации. Итак, а сегодня первая моя попытка что-то сделать такое. Первая попытка, то есть впервые в мире, так сказать, не судите строго. Первые попытки. Когда уже что-то наработаю, я уже буду видеоуроки вам показывать. И мы вместе будем пытаться это все делать. То есть я тоже вас призываю, естественно, импровизацией заниматься. То, что я снял в плейлисте по импровизации, вот эту гору викингов мы покорили. Или это как бы элементарно, элементарно. Это должен каждый пройти. Но вы просто могли испугаться, что там все тональности, вы в одной тональности хотя бы проходите. Это любой сможет. То есть это элементарно. Это просто я и сам себя готовил, и всех людей готовил. А нужно уже серьезно начинать переходить к этому вопросу. Я книжки вам выкладывал на томе импровизации, там разные другие в группе. Но это я просто находил попутно, чтобы пригодились. А вообще мы это будем все изучать. Я изучать буду и вас учить, так сказать, по мере своего продвижения. Конечно, тут есть такое, что складывается фирменный стиль у человека. И каждый джазмен, он скорее всего какие-то свои фишки-то держит, может быть, в секрете. Но с другой стороны, если человек слышит, то это как бы он же показывает, это все слышит. В общем-то, что тут скрывать? Вы все равно, когда начнете импровизировать, у вас у каждого будет свое получаться. Вы не сможете просто скопировать. Я лишь могу сказать, как я это понимаю. Но, например, если я вам скажу, что я вот изучил последовательность звуков и по ней гуляю, то я-то гуляю, у меня это получается. А этому невозможно научить. Вот в чем фишка. Поэтому не все могут импровизировать. Потому что нет у людей такого вот ощущения, что разные ритмы генерировать, по разным ноткам ходить, чтобы это долго. Они две ноты, допустим, люди, вот кто пытается играть, может быть, пару нот связывают там месяц. А как они будут импровизировать? Невозможно. Поэтому остается только тогда смотреть на других. И это тоже хорошо. Даже прослушивание такой музыки заряжает энергией. А уж игра-то тем более. И сегодня, значит, Михаил Иванович Глинка. Надеюсь, он на меня не обидится. Потому что играл я его польку. У меня ученик ее разбирает. Хорошая полька. Бриллиантик такой. Алмаз. Или как-то правильно сказать. Вот, ну, гениально написано. Ничего лишнего. Все вот огранено. Все точно. Но мне этого уже мало. Я ее, как бы, играть там нечего. Я вам ее показывал на видеоуроке. Все серьезно. То есть не думайте, что я там пытаюсь как-то музыку испортить. Все это мне понятно. Это все понятно. Но! Решил я для прикола, значит, отходя от классической системы, попробовать запилить блюзовую гамму в эту польку. О как! То есть не просто по блюзовой гамме ходить, а чтобы она принадлежала какому-то, ну, отсылка, чтобы была на какое-то произведение. В будущем это нам надо джазовые стандарты смотреть. И туда уже, там их наполнять. Но пока я еще так не могу сразу переключиться. Я хочу на что-то, вот что я уже знаю, попытаться туда повнедрять, так сказать. Демоны подбираются к викингу Александру, блюзовые демоны. Так вот. И включил я, значит, блюзовую гамму в эту польку. И давайте посмотрим, что же из этого получилось. Полька Глинки с внедрением блюзовой гаммы. Поехали! Полька Глинки с внедрением блюзовой гаммы. Полька Глинки с внедрением блюзовой гаммы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok